This conference will now be recorded. 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 Структура 4 intel по сравнению с предшествием. Что в нее теперь ходит? Помиялось, это наверное мягко сказано. Она, я бы так сказал, критически расширилась. ITIL это действительно такой сервисный фреймворк. Причем сервисный, я бы сказал уже далеко выходящий за рамки IT. В общем конечно, и раньше мы уже говорили, что IT-сервисные подходы ITIL используют уже не только в IT. Сейчас это, в общем-то, даже закрепляется. Соответственно, что в этот фреймворк входит? Так называемые руководящие принципы, своего рода набор вопросов, чек-листов, с помощью которых можно и нужно свои действия проверять, делать такую своего рода поверку, а то ли мы делаем, а не делаем ли мы чего лишнего, а оптимально ли мы действуем. Это очень тесно связано с системой ценностей, услуги. Тоже сейчас об этом поговорим немножечко подробнее, вот как раз новые выходящие курсы об этом будут очень детально рассказывать. Айтил инкорпорировал, очень активно встроил во все свои подходы принципы бережливого управления. А в бережливом управлении кто? Если сталкивался, это один из таких основополагающих столпов. Выстраивать цепочки создания ценности, то есть понимать, где мы есть сейчас, понимать, куда мы движемся, зачем. Чтобы анализировать каждый шаг этой цепочки, опять же, например, делаем ли мы это оптимально, нет ли у нас каких-то потерь, как это можно оптимизировать. И вот эта вот система ценностей, она теперь проникает и как бы воплощается во все действия. Нужно устранить инцидент, это тоже создание ценности. То есть не нужно воспринимать, что ценность это что-то такое там глобальное, какое-то там, не знаю, общее видение, стратегия компании. Нет, совершенно. Произошел инцидент. В чем ценность? Вот, кстати говоря, вопрос к вам, пожалуйста, можете ответить в чате. Ну, в чем ценность устранения инцидента? И мы для достижения этой ценности, не буду ее пока озвучивать, возьму, я возьму паузу до соответствующего слайда, а вы пока напишите. Да, как вы считаете, в чем ценность устранения инцидента? Так вот, система ценностей как раз нам и говорит, а построите вот этот алгоритм, да, вот эту цепочку создания ценностей, то, что мы всегда назвали блок-схемой. Вот каждый блок, каждый шаг этой блок-схемы проанализируйте, оптимально ли вы его делаете, не теряете ли вы чего-то, не тормозите ли, грубо говоря, да. То есть подвергайте вот этому непрерывному улучшению, непрерывному улучшению, да. Спасибо, коллеги, кто отвечает, да, там ценностей на самом деле много, но пока я не вижу самое главное. Все, что вы пишете, это очень правильно, спасибо, но пока не вижу самое главное. Вот, давайте, спасибо, мы к этому вернемся обязательно. Взаимодействие с внешними, скажем так, силами теперь описывается так называемыми измерениями, dimensions. Ну, не будем спорить о благообразности терминов, названо так. Это вот четыре компонента внешних и внутренних по отношению к IT, которые нужно учитывать при построении IT-услуг. И, естественно, лучшие практики. Что такое лучшие практики? Это то, что раньше мы называли процессами. Процессы переходят на более детальный уровень, почему тоже сейчас поговорим. Ну, давайте вот начнем с как раз ключевых концепций. Вот то самое слово ценность. На что делается акцент? Что на самом деле, ну, по крайней мере, полезно. Я понимаю, что от того, что написано в каком-то там IT, это не значит, что все там руководители бизнеса этим сразу стали воспринимать как некое руководство. Действия нет, конечно же, но тем не менее, да, ценность создается совместно заказчикам и IT. И согласитесь, это до сих пор актуально. И вот когда, коллеги, спасибо, Петр, Денис, Сергей, вот вы пишете, ценность устранения инцидента. Опыт, да, безусловно, это ценность. Да, ценность, безусловно, в том, чтобы действовать оптимально с точки зрения персонала. А безусловно, это тоже ценность. Но какая ценность самая основная? Дать возможность сотрудникам продолжать выполнять их рабочие обязанности. То есть минимизировать простой, минимизировать потери на стороне пользователей. Вот это основная ценность. Она как? Она действительно создается совместно. Пользователи, банальные вещи, они должны тоже быть проактивными, должны работать в соответствии с регламентами, должны своевременно давать обратную связь. И вот на этом IT сейчас делает очень активно такой акцент. И это, наверное, действительно одна из задач тех, кто внедряет подобные подходы у себя, доносить это до руководства бизнеса с тем, чтобы со стороны руководства были тоже некие побуждающие воздействия по отношению, ну, то, что называется, к бизнес-персоналу. И вот, кстати, довольно характерно, в IT разделили понятие продукта и услуги. Я вот так, честно, сам на этапе, когда как рецензент участвовал, очень долго вот у разработчиков вытаскивал эту информацию. В чем, собственно, ценность, полезность такого разделения? Ну, вроде им в конце концов удалось мне это объяснить и меня убедить. Я вот теперь это пытаюсь тоже донести уже со своей стороны. Продукт – это некая больше такая организационно-технологическая конфигурация. Ну, вот мы сконфигурировали, у нас есть какая-то базовая инфраструктура, у нас есть сервера приложений, у нас есть рабочие станции, на которых установлен какой-то прикладной софт. И вот это все совместно сконфигурированное, подкрепленное инструкциями, это все есть продукт. Да, вот, ну, подумайте, не знаю, это в тенах 1С, допустим, да, вот 1С, там все мы так или иначе знаем. Есть сервер баз данных, где 1С, есть сервер приложений, где 1С установлено, есть клиентские приложения, они настроены, распределены права. Вот когда это все сделали и задеплоили, это продукт. На того, что мы это развернули, еще пользы нет. Нужно что? Чтобы это работало постоянно, регулярно, чтобы пользователи консультировали, апдейты внедряли, причем я в данном случае даже про апдейты, там не столько технические, сколько про новые отчеты, например, если говорить об 1С, новые проводки и так далее. То есть это должно быть не разово внедренное, а живое. И вот услуга как раз, понимание ITIL, это и есть тот самый процесс получения ценности на базе продукта. То есть продукт – это конфигурация, услуга – это работа, постоянная и совместная, опять же, напоминаю, создание ценности услуги. И вот для того, чтобы проверять, вот как я и сказал, да, как такой своего рода чек-лист на каждом шагу, а правильно ли мы действуем при создании продукта, при его внедрении, при эксплуатации, при развитии, развитии, ITIL ввел понятие семи руководящих принципов. И вот на самом деле то, что я всегда предлагаю вдуматься, вот если просто вот сейчас вы прочитаете, как это все есть на слайде, кажется, ну ладно, опять там какие-то общие слова, там общие термины, фокусироваться на ценности, обеспечивать прозрачность. Да, ITIL – это крупный фреймворк, естественно, как такой фреймворк, нацеленный на все отрасли, IT присутствует во всех отраслях, на самые разные географические, национальные локации. Конечно, ITIL дает достаточно высокий уровень абстракции. Ну, очевидно, так всегда было, и это неизбежно. Но, а ITIL, что нам здесь, не то чтобы дает даже такое побуждение полезное. Не нужно, вот как я уже сказал, эту ценность, самую слово ценность рассматривать как что-то такое вот глобальное. Вы же правильно написали. В чем ценность может быть? В накоплении опыта в этой конкретной области. Ценность в том, чтобы дать возможность продолжить работу. Ценность какая-то совершенно локальная в новой фиче, которую ваша команда запилила в продукте. Например, там, недавно там у нас обсуждали буквально. О, окей, давайте мы там shift Teams подключим, и что и будет автоматизированный учет рабочего времени, все будут видеть свои графики, меньше будет конфликтов, меньше будет каких-то косяков. Все там, дел-то на два часа от силы. Еще час там научить персонал. Но есть конкретная ценность. Для каждого человека он видит свой график работы. Начинать от текущего состояния. Да, тоже достаточно важный аспект. Не стараться перепрыгивать через этап. Идти потихонечку, постепенно по шагам. То есть, вот я не случайно здесь вытащил вот этот классический цикл деминга. Взаимодействие. Вот это вот еще одна на самом деле такая достаточно существенная составляющая новой редакции ITIL. То, что ITIL теперь в себя инкорпорирует и, ну, то, что называется терпеть не могу, это слово традиционные, давайте говорить, устоявшиеся, давно известные подходы. То есть, сначала разработали, потом внедрили, потом поддерживаем. Поддерживаем как классическая система линий. Первая линия, там, helpdesk. Вторая линия, администраторы. Третья линия, разработчики. Да, ITIL это по-прежнему описывает. Но ITIL себя сейчас инкорпорировал, строил подходы, основанные на гибких методиках, фреймворках, ну, то, что мы сейчас называем agile, в частности, DevOps. Когда одна команда обеспечивает и выпуск, и развитие, и поддержку продукта, и непосредственно взаимодействует с заказчиками, исполнителями. Это тоже интегрировано. И вот отсюда вытекает второй принцип. Простите, не второй, конечно, это уже пятый принцип. Очередной принцип. Всеобъемлющий подходить. Не зацикливаться только на своем участке работы. То я только в helpdesk. Я работаю вот с этим продуктом, который проводит там транзакции мои финансовые, я больше ничего знать не хочу. Нет. Понимать общую конву инфраструктуру. Ну, вот переводя немножко на простой такой более язык, кто работает в крупных компаниях, наверное, вполне возможно, вы используете такой ставший распространенным термин, как системная шина или архитектурная шина. Что это такое? Это некие общие правила информационного обмена в компании, которым должны соответствовать все приложения. Для того, чтобы была единая инфраструктура, а все это не рассыпалось на кусочки. То есть вот это вот как раз учитывать. И в то же время не делать больше, чем необходимо, вот чтобы сейчас получить результат. Вот такие семь руководящих принципов. И вот это вот понятие измерения, если кто сталкивался с прошлой версией, там было что-то похожее, 4P так называемое. Processes, Products, People, да, люди, процессы, поставщики, партнеры, партнеры. Вот когда мы создаем услугу, мы не в воздухе находимся, и не в безвоздушном пространстве. Люди привыкли работать в определенной среде. Я уверен, все с этим сталкивались. Как тяжело переучивать пользователей. Почему? Да потому что привыкли. Вот в частности, вот сейчас, почему мы вот такие рекламные семинары, мы их одно время перевели на Teams, Microsoft, и сейчас опять вернули на GoToMeeting. Да потому что Teams гораздо более масштабный продукт. Значит, там гораздо больше функций, кнопочек, и на такие вот небольшие часовые мероприятия, когда вот вы подключились, ну что еще, тратить время на то, чтобы там рассказать, куда подключаться? Да нет смысла. То есть нужно вот учитывать, как люди воспринимают, какие есть устоявшиеся рабочие процессы. Опять же, я думаю, все, наверное, сталкивались. Бывает, поменяешь кнопочку, а уже процесс идет по-другому, и сначала люди, те же пользователи, начинают ошибаться. Помню, специалисты, там, ну, не помню, пять лет назад, четыре года назад. Добавили во внутреннюю систему одно поле. Как всегда, было очень нужно, реально нужно, без сарказма. Локализация клиента, что ли, то есть сегментировать можно было по регионам и так далее. Как бы нужно, действительно, маркетинг целевая, реклама, взаимодействие, все это нужно. А это поле встроили. А менеджеры как привыкли работать? Табуляция, табуляция, табуляция. Вот уже все, рука набита, и пошли ошибки. Ошибки надо исправлять. А тут клиент висит на телефоне или там в WhatsApp, то есть где-то вот на прямой живой коммуникации. Что же нужно учитывать? А сделали бы сразу, например, это поле в самом конце, ну и окей, все, человек и работает, как работает. А тут ему новое поле, все, он не ошибается, ему не нужно переделывать. И тогда и поток ценностей вроде как соблюли, да, мы делаем нужное дело, мы сегментируем нашу клиентскую базу, оптимизируем тем самым там какие-то рекламные кампании, да, но не нарушаем текущий процесс. Информация о технологии, то же самое. Я думаю, многие из вас, а может быть и все, сталкивались, как тяжело перевести на новую технологию. Поддержка привыкла, инфраструктура заточена, люди, опять же, привыкли, не буду уже сейчас повторяться. Вот, а эти, ну, говорят, надо это учитывать. Вот как раз что значит оставаться простым и практичным и думать все объемы. Не только о том, что я какую-то фичу запилю сейчас, а как она вот во всем вот этом будет жить, чему это приведет. Приведет ли это действительно к какому-то созданию чего-то нового полезного, вот тот самый пресловутый поток создания ценности. Вот еще раз спасибо, коллеги, кто откликнулись там, да, в чате. Устранение инцидента. Действительно, имеет несколько ценностей. И, значит, их нужно что еще? Отранжировать. Что более важно? Самое важное сейчас дать возможность работать. На втором месте, наверное, накопить опыт, который в дальнейшем поможет быстрее устранять инциденты или вообще их, чтобы не возникали. Поможет обосновать численность персонала. Мы над инцидентом, работая вот в этой цепочке, оптимально или нет? Или у нас начинается пресловутый пинг-понг, футбол? Что даже, кстати, в прошлых-то версиях Айтела, там, если помните. Никто не помнит? Напишите в чат ее. Как в прошлых, предыдущих версиях Айтела предлагали лечить пинг-понг? Кто не помнит? Ну, давайте возьму еще микропаузу. Нет, не помните, Сергей. Вводить ограничения на количество внутренних эскалаций. То есть, например, уставить инцидент, нельзя эскалировать более пяти раз. Ну, к примеру. Слово абсолютно для примера. Почему? Ну, потому что это уже пинг-понг. Значит, если пытаются сделать пятую эскалацию, то автоматически должно улетать куда-то на руководство, ну, что-то вроде, смотри, руководитель, там народ перепинывает задачу, а проблема-то не решается. А вот это как раз и есть анализ потока создания ценности. Да, вот когда идет перепинывание, создание ценности минимальное. Когда-то, может, эту задачу, этот инцидент и решать. И вот проанализировать, как инцидент гуляет, сказать, ага, как сделать лучше? Какие ввести критерии эскалации? Какие ввести критерии, какая IT-группа должна с какими инцидентами, с какими типами работать? И вот это понятие потока в создании ценности как раз направлено на то, что на каждом шаге и действии руководствоваться в анализе вот этим принципом. Создаем ли мы что-то полезное, локально полезное, еще не глобальное. Решаем ли мы инцидент, позволяем ли мы сегментировать клиентскую базу и так далее. А если создаем, то делаем ли мы это оптимальным образом? Или вот так вот, футболим туда-сюда. Когда-то там что-нибудь получится. Но когда? И вот исходя из этого анализа, вот это уже давно известная модель постоянных улучшений. Где мы должны быть, где мы сейчас, и какими шагами, вот такими небольшими итеративными мы должны двигаться. Да, вот это вот популярная дурацкая фраза. Пропасть надо перепрыгивать в несколько прыжков. Да, вот случай совершенно идиотский, да. Да, есть такой на контрасте, такая вот в кавычках народная мудрость. Да, потому что действительно, начнешь делать что-то глобальное, запутаешься, уйдешь далеко, и все забудут, с чего начали. Идем постепенно, но при этом постоянно держим в уме конечную цель. Не просто, а сделали один шаг, другой и третий. Да, это то, чем такие не очень грамотные сторонники эджайла иногда грешат. А, мы же тут фичу запилили, у нас попросили, а теперь мы еще фичу запилили. Не, не фичу запилили. Мы все время контролируем, где мы хотим быть, а где мы сейчас. И вот это вот, движемся ли мы в нужном направлении, или нас тут пытаются сбить куда-то в сторону. И вот для того, чтобы помочь нам в работе как-то отстраивать вот такие отдельные участки, в ITIL выделили 34 так называемые практики. Что такое практики? Что такое практики? Раньше их называли процессами. Процесс это что такое? Регулярно повторяющаяся деятельность. Сейчас ушли от слова практика, но это мое предположение личное. Почему? Потому что очень большое разнообразие, и вот эта повторяемость не всегда возможна, поэтому ушли от термина процесс. Сказали, процессы должны быть на более низком локальном уровне. А вот что это за практики? Это как раз на самом деле, по сути, они остались тем же, что были в прошлых версиях ITIL. Для каждого участка работы свои наборы лучших практик, рекомендаций. Причем вот что, на мой взгляд, очень ценно и полезно, эти практики стали гораздо более детальными, чем раньше были описаны процессы в ITIL. Может быть, даже это слово детальнее не всем прав, а более практичными, что ли, более прикладными. И вот эти практики, они выпускались очень-очень долго. То есть первые там 17 практик выпустили еще в марте прошлого года, а последние 5 практик выпустили, вот буквально анонсировали, выложили на сайте Axelos в пятницу. То есть мы с вами разговариваем во вторник. То, что я как раз говорю, свежая информация, можете зайти на сайт вендора Axelos.com и вот как раз самая свежая информация, я не знаю, сегодня не проверял, есть, может, они что-нибудь еще там выложили, вот как раз лучший, вот, 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 видите, вот как раз большой-большой баннер, мы это сделали. Теперь с пятницы все 34 практики присутствуют, описаны, ну, соответственно, можно их загрузить с сайта Axelos, там они, правда, за денежку, за членство, вот, ну, и в рамках курсов мы, естественно, про соответствующие практики и рассказываем. Ну, и вот если мы даже посмотрим, что это за практики, видите, инциденты, изменения, проблемы, темы, что полезного очень добавилось. Управление проектами, DevOps, вот, как раз сейчас в рамках, когда будем говорить уже о курсах, вот, о детализации, я про это немножко подробнее расскажу. То есть, действительно, закрыли те участки работы, которые в предыдущих версиях, ну, скажем так, обходились стороной. А как создать новый продукт, новую услугу? Ну, проект реализуйте. А как интегрировать с проектным менеджментом? Вот сейчас делают риск менеджмент, тоже добавили управление разработкой программного обеспечения, вот такая практика добавлена. Управление инфраструктурой. Действительно, такие очень полезные вещи. Кстати, управление инфраструктурой, управление разработкой программного обеспечения, это вот те практики, которые добавились вот буквально-буквально несколько-несколько дней назад, Так что будем с ними разбираться. Коллеги, пожалуйста, ну, как я и говорил, первую такую часть, первый блок завершаю. Пожалуйста, ваши какие-то, не знаю, вопросы, комментарии, соображения, кто-то может хочет поделиться каким-то своим опытом, пожалуйста, прошу в чат, если что, я включу микрофончик, дам слово. И после этого перейдем уже к линейке, разбору к линейке сертификационной. Вот вообще, пожалуйста, не стесняйтесь, вопросы можете и по ходу моего рассказа в чат оставлять. Вот я к ним обязательно потом обращусь. Ну, давайте немножечко напомню, тоже сертификационная схема, она была анонсирована сразу, только четвертый ITIL начал выходить, но она даже сейчас еще до конца не дозаполнена. Я сейчас сразу покажу, какой еще один блок не выпущен, вот этот. Блок еще пока не выпущен. В принципе, сама схема профессиональной сертификации, она достаточно стандартная. Есть foundation, который проверяет, что кандидат, ну, вообще в теме то, что называется. Есть уровень, который называется специалист, это вот этот второй уровень, это уровень специалист. А вот уровень специалист перелопатили очень серьезно, то есть структуру сделали совершенно другую. Я как раз сейчас хочу рассказать, что это за структура и пройтись по существующим сертификациям. Вот эти вот четырем. Ну, вот здесь, если обратите внимание, это одна и та же. И две сертификации третьего уровня, это managing professional и strategic leading. Ну, strategic leading, понятно, пока нет, потому что вот это и нет. Managing professional уже есть, если кто-то из вас обладает статусом эксперта или даже не обладает статусом эксперта, а на прошлой версии набрал 17 так называемых кредитов, то можно сразу сдать managing professional. Причем это можно сделать по 31 августа текущего года, то есть если у кого-то по предыдущей версии IT уже начали сертификационный путь, и вы какие-то экзамены сдали, вы можете сдать средний уровень по прошлой версии, то есть не проходить заново подготовку. А вот managing professional уже сдать сразу новый, есть такая возможность. Ну, и вот, собственно, что это за направление. Посмотрите, ну, вот курс, естественно, это я как раз показываю по сайту специалиста, сейчас покажу, где это можно подробно найти все. Вот основы, это как раз вот тот самый foundation. И вот здесь, видите, мы начали накапливать модули. Вот здесь пока еще не все анонсированы, здесь будет 4 модуля. И вот уровень managing professional. Где это найти? На сайте, на сайте специалиста. Сейчас вот тоже сайт сделали новый, очень такой приятный. Весьма рекомендую, да, современный. Вот на первой прям странице направление IT management. Ну, и, соответственно, в направлении IT management я всегда рекомендую пользоваться вот такими интерактивными путеводителями. И вот как раз я из него фрагменты показал. Вот это вот старая линейка, которая еще до конца августа работает. А вот это уже как раз вот это новое. И вот она сейчас расширяется. И вот как раз про нее и хочу рассказать. Ну, как сами экзамены уровня специалиста сдаются. Они, кстати, стали, могу сразу сказать, гораздо проще, чем средний уровень на прошлой версии. Если на прошлой версии там было 8 вопросов, но каждый из которых бизнес-кейс, то сейчас это просто 40 вопросов, ну, таких, как их называют, угадай. Да, то есть выбрать один правильный вариант из четырех возможных, да. Сейчас пока все экзамены только на английском языке. Это дает, поскольку мы официально не носители языка, плюс 15 минут. То есть 90 минут и 15 за то, что не носители языка. Ну и вот теперь немножко, что собой представляют каждые вот эти направления, соответственно, курсы и, соответственно, сертификации. Create, deliver, support. Ну, планируют ли на русском? Ну, формально, да, но пока каких-то сроков не заявлено. Пока каких-то сроков не заявлено. Вообще, как бы, ну, постепенно на других языках, кроме английского, появляется. Ну, вы же прекрасно понимаете, у любого вендора это тоже чисто бизнес, да. Поэтому они сначала выпускают те языки, на которых больше спрос. То есть, понятно, что сначала английский, потом испанский, французский. Вот, так что до русского, конечно, тоже дело дойдет. Но пока каких-то официальных анонсов нет. Вот. Так вот, create, deliver, support. То есть, создавай, предоставляй, поддерживай. Это направление, которое как раз рассматривает цепочки создания ценностей по всему жизненному циклу продукта. Обратите внимание, не саппорт, не разработка, а именно весь жизненный цикл. От согласования, там, выявления согласования требований через разработку, выпуск, причем разными моделями, и через проектную модель, и через DevOps модель, и последующую поддержку, и развитие, совершенствование на основе изучения, там, customer experience, улучшения производительности, накопления собственных внутренних лучших практик. То есть, вот этот блок, он теперь рассматривается едино целиком. И вот, собственно, ну, все эти курсы, они идут по три дня, да, там, по четыре, академия часа. Следующее направление. Direct, plan, improve. Направляй, планируй, совершенствуй. Это организационный блок. Что значит направляй? Согласовываясь с политиками, со стратегией компании, выстраивая политики, организовывая контроль рисков. То есть, это такой организационно-управленческий блок работы. Это IT-менеджеры, это разработчики, проектные менеджеры. В нем рассматривается взаимодействие внутри команд, взаимодействие с заказчиками. Как раз вот эти вот вопросы оптимизации этого взаимодействия, управления рисками. Это вот, на мой взгляд, тоже такой очень полезный для организаторов. А вот эти два модуля, и, собственно, как вы их видели даже и на сайте, они появились достаточно давно, соответственно, курсы по ним есть, выпущены. Я вот сейчас покажу, где они вскоре будут. Ну, а подробно, естественно, вы всегда можете посмотреть. Интерактивный путеводитель. Потому что, да, как обычно, там кликаем. Здесь как раз полностью, вот если мы даже сейчас посмотрим, видите, орг структуры взаимодействия, команд, командная работа, аналитика. Вот все. Как раз то, что касается создания продукта, вот поток создания ценностей. Как раз, по-моему, для новой услуги, для восстановления услуги, приоритизация, ведение единого бэклога, ну, вот подобные вещи. А вот эти два блока, они появились сравнительно недавно, ну, по-моему, там, 28 февраля, и вот мы их сейчас тоже запускаем. High Velocity IT, да, высокопроизводительные эти сервисы. Что значит высокопроизводительные? DevOps, Lean IT, то есть те аспекты, которые должны быстро вводиться в эксплуатацию. Здесь как раз одна из интересных тем, это цифровая трансформация компании, набирающая популярность вот этот вот VUCA-подход. Ну, что такое цифровизация, цифровая трансформация компании? Термин, конечно, модный, наверняка вы его слышали, может быть, он даже уже набил оскомину, но цифровизация на самом деле, как понятие, довольно четко сейчас определено. Это либо выполнение прежних операций в новом цифровом формате, раньше документы носили на подпись лично, сейчас через электронную подпись. Вот это цифровизация. Раньше фотографии печатали на бумаге, кто еще это застал? Уже, кстати, кто-то и не застал сейчас в электронном виде. Вот это один аспект. Второй аспект – это создание принципиально новых возможностей, которые в нецифровом виде невозможны в принципе. Кстати, пожалуйста, можете привести примеры, какие-то принципиально новые сервисы, которые в нецифровом виде вообще в принципе невозможны? Попробуйте привести такие примеры. Но при этом вот такое быстрое создание новых каких-то услуг, быстрая их трансформация, вывод на рынок, адаптация под потребности заказчика, они создают и определенные сложности. Тоже не… да, я вхожу фразу, не надо думать, но я надеюсь, что никто так на самом деле не думает, что «а, ура, 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 быстро, быстро делай». Нет, нужно понимать, что это очень высоко рискованная модель. И вот как раз, знаете, вот эту ВУКО-модель тоже встраивает, чтобы понять, как с этими рисками работать. А что это за риски? Володильники. Изменчивость. Требования могут меняться часто. Заказчик хотел одного, теперь хочет другого. И, кстати, далеко не всегда, потому что заказчики дергают. Нет, это что же бывает, я не спорю. Но чаще все-таки нет. Рынок поменялся. Если вы работаете в каком-то финансовом учреждении, вот еще один модный термин финтех. У одного заказчика одна модель, у другого заказчика другая модель работы, а вы делаете приложение для финтеха, его нужно быстро подстраивать, адаптировать. А тут еще регулятор что-то выпустил, какие-то требования. А опять надо адаптировать. То есть это объективно, это с одной стороны создает риски, ну какой, на поверхности лежит риск. Это архитектурный. Мы делали одно, потом появились другие требования, по которым архитектура вообще отродясь даже не продумывалась. Это естественный риск. Как с ним справляться? Это риски, то что, ну вот, называют термином амбиджиты, неоднозначной трактовки. Требований, неоднозначная трактовка ситуации. То есть, ну, это тоже своего рода элемент волатильности, но его тоже нужно учитывать. Выстраивать взаимодействие с заказчиками, так чтобы минимизировать эти риски. Риск неопределенности. Да, слабая предсказуемость. Ну, вот, собственно, мы сейчас все с вами, ситуация оказалась слабой предсказуемостью. Ну, понятно, что да, это форс-мажор. Но если даже вот вернуться так мысленно, там, на 4-5 месяцев назад, то все равно ситуация была очень слабо предсказуемая с точки зрения экономики, с точки зрения того, куда будут развиваться технологии. И вот это все создает общую ситуацию, общей сложности. Вот вспомните вот эти руководящие принципы мыслить системно, да, холистиками. Да, вот термин, который совершенно дословно на русский язык-то не переводится. Системное мышление. Попробовать, учитывать эти... Учитывать это не значит пытаться предсказать все. Стать там прорицателем. Нет, а выстраивать работу так, чтобы на подобные вызовы можно было реагировать с минимальными затратами и потерями. Они неизбежны. Это, кстати, тоже важный момент. Можно понять, что при таком подходе затраты и потери, они абсолютно неизбежны. Значит, как-то надо, соответственно, выстраивать рабочую модель. Один из вариантов вот такого выстраивания рабочей модели – это как раз DevOps-подход, когда небольшие команды, соответственно, концепция микросервисов. И вот небольшая команда более гибкая, более быстро может реагировать. Микросервисы, они что? Они инкапсулируются в контейнерах. То есть меньше рисков нарушить взаимодействие с другими сервисами. Зато более тесное взаимодействие с заказчиками. И вот это постоянное развитие взаимодействия при относительно небольших рисках нарушения работы других связанных приложений. И вот DevOps-модель, да, действительно, она тоже сейчас вкроена в IT как одно из направлений. И вот как раз в рамках вот этого модуля высокопроизводительного IT мы будем говорить в том числе и у DevOps-модель. Ну и, наконец, четвертый такой специфический тоже блок и направление сертификации – это Drive Stakeholder Value, да, то есть направлять ценность вовлеченных сторон. Это такой блок больше коммуникативный. Я тоже, честно скажу, сначала, когда я его увидел, немножко в нем сомневался, но в том, я вижу уж, простите за повторение этого слова, в чем я вижу ценность этого блока. В том, что он дает очень такие простые, понятные, вот пошаговые буквально подсказки по этапам взаимодействия поставщика и потребителя IT-услуг. Неважно, внешние друг по отношению к другу организации или поставщики-потребители внутри одной компании. То есть как исследовать возможности, в том числе внутри компании. Как вовлекать? Да, это же сложная на самом деле задача. Я даже сейчас успел сказать, что люди привыкают, и сподвигнуть их на что-то новое – это отдельная задача. Как делать бизнес-предложения, договариваться, вовлекать вот в ту самую совместную работу, онбординг, совместно создавать эту ценность. Вот этот механизм взаимодействия, то, что традиционно называется soft skills, это как раз именно с заказчиком, со стейкхолдером, это именно суть вот этого блока drive stakeholder value. Научиться отвечать на вопросы, зачем мы это делаем, что именно мы делаем, как мы взаимодействуем. Вот такие четыре модуля, четыре блока, которые в итоге ведут к каждый к своему сертификационному экзамену. Ну и самое главное, конечно, все-таки не экзамен, я далек от мысли, что экзамен является и сертификацией какой-то самоценности. Нет, любая подобная процедура, и, собственно, самое важное в ней, чтобы структурировать свои знания, структурировать свой опыт, посмотреть немножечко со стороны, что можно сделать лучше у себя, по-другому, как-то отрефлексировать свой опыт. Вот в этом смысле эта линия как раз очень помогает. Ну и вот, собственно, когда, вот я специально здесь презентацию еще вытащил, ближайшие группы, когда будут по тем курсам, которые есть, уже, соответственно, High Velocity и Drive Stick Holder Value тоже уже где-то будут ближайшие на подходе. Ну и, естественно, вот я хочу еще раз обратить внимание, что эти все курсы, они в линейках профсертификации, то есть вплоть до того, что вы можете получить ну как диплом о дополнительном образовании. Коллеги, пожалуйста, ваши вот по этой части вопросы, тоже комментарии, ну да, там про вопрос, вопрос я ответил на вопрос относительно языка, к сожалению, этот ответ пока то, что пока мы не знаем, когда-то будет, но пока не знаем. Вот. Презентация будет выложена и на сайте, и у меня на ресурсе. Запись тоже будет доступна вам в личном кабинете, поэтому, пожалуйста, если у кого-то еще на сайте специалиста нет личного кабинета, вы можете зарегистрироваться, если вы зарегистрируетесь с тем же e-mail, который указали при регистрации на этот вебинар, то будет доступна запись. Да, спасибо, Сергей, замечательный пример. Computer Vision, идеальный насмотрщик за производственными процессами. Да, вот, кстати, сейчас Microsoft, Microsoft 365 пакетик, вот Shift у них такое приложение, они его в Teams встраивают, да, действительно, это такое вот жестокое слово, но да, надсмотрщик, да, вот, как пример такой своего рода. Вот, когнитивные системы, умеющие предсказать увольнение сотрудника. Слушайте, жутко интересно, я с такими пока не сталкивался, но да, это вот действительно тоже очень хороший пример сервиса цифрового, который невозможен в нецифровом варианте, да. Вот, да, спасибо, спасибо, замечательно. Коллеги, еще какие? Вот, кто, если вот так поделится? Сергей, спасибо большое. Open Source инструменты, Петр, для чего? Понимаете? Нет, ну в работе в какой? Понимаете, работа есть разная. Для разработки, взаимодействия с заказчиком. Понимаете, очень много зависит от масштаба. Понимаете? Прелла, это вот для микро. Ой, нет, Петр, вот вы знаете, честно могу сказать, нет у меня любимых продуктов. Ну, давайте, если честно, продукт это молоток или отвертка. Вот отверткой шурупы заворачиваем, с ней винты. Шуруповертом шурупы, а молотком гвозди забиваем. Понимаете? Я вам такой приведу пример. Ну, вот я партнер в компании разработчики, бизнес-партнер. И вот мы как раз сейчас основным партнером, основным инвестором в таком, ну, пока еще неторопливым, но уже в мозговом штурме. Что вот Трелла уже перестал удовлетворять. Почему? Уже переросли. Понимаете, что, ну, да, Трелла хороший инструмент. Ну и что? Мы его уже переросли. И он для нас уже перестает быть хорошим. Вот смотрим уже в сторону, там, Битрикс 24, например. Но опять же, это в силу нашей специфики. Понимаете? Тот же Microsoft Project, простите, никто не отменял, а я больше того скажу, Project плюс такую связку, Projects плюс Team плюс Planner. Там работа команд на нижнем уровне, да еще и контроль рабочего времени, а высокоуровневые вехи в Projects. Понимаете, это можно перечислять на самом деле для бесконечности. Сергей, спасибо. Ну, доктор Ватсон, да, IBM, ну, кстати. А, ну, это для когнитивных систем. Да, спасибо. Спасибо. Так что вопрос хороший, но он такой, он очень объемный. И я всегда придерживался позиции, что нужно просто подбирать инструмент под те задачи, которые сейчас нужны. Когда-то Redmine использовали. Сказать, что он любимый, нет, но рассматривать его вполне можно. Вот, хорошо. Спасибо, коллеги. Еще какие вопросы? Коллег, кстати, отвечайте на вопросы ваших же коллег-участников. У вас всех свой опыт. Я вряд ли даже 1% подобных систем видел. Их просто слишком много. Вот. Хорошо, коллеги. Ну что, тогда спасибо. Тогда еще раз приглашаю к взаимодействию. Еще раз сейчас продублирую, если кто подключился позднее в чат ссылочку на нашу группу в Телеграме, где будем обсуждать. Не видите чат? Очень странно. Я сейчас проверю. Нет. Attendees can chat. Собственно, вот я же вижу. Нет, подождите, Сергей, как вы пишете. Ну, а то, что я пишу, вы же видите, я пишу everyone. Сейчас проверю. Нет. Attendees can chat. Все нормально. Нет, 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 нет. Здесь опции особо никаких запрещающих нет. Здесь никаких запрещающих опций нет. То есть, вы от меня сейчас чат не получили. Вот я сейчас еще раз отправляю. Именно everyone. Всем. Не in private. Вот так. Смотрите, видите? Видите? Привет! Продолжение следует...